Больше всего событий происходит в театре. Проблема, наверное, в том, что я же психиатр, и поэтому я пытаюсь смотреть разное. И мне в голову приходят разные мысли. Я специально говорю, скажем так, не о самых свежих событиях, а о том, что в театре меня волнует. В конце прошлого года Марк Захаров снял спектакль «Князь» господина Богомолова. И я вот с ноября прошлого года думаю, почему этот спектакль произвел у меня такое впечатление, и почему я не ушел, и чего я во всем этом нашел. Это импровизация, произвольная композиция, которая главным образом состоит из фрагментов «Идиота», но к ним добавлены куски бесов, братьев Карамазовых и смерти в Венеции Томаса Манна. Из каждой книжки взяты темы, так или иначе связанные с насилием над детьми. Впечатление все это оставляет мерзейшее. Но что-то кроме паскудства во мне все время бродило. Дело в том, что я смотрел много спектаклей Константина Богомолова, и все пытался понять, почему же эта фигура становится такой популярной. И понял удивительную для себя вещь. С моей субъективной точки зрения, он что-то такое лепит, а критика потом что-то в этом ищет. Ну, как бы Достоевский в чем-то перед Богомоловым провинился. Я уж не говорю о том и Симане. Я понимаю с трудом, с трудом, я с трудом понимаю, почему я говорю о бездарности, и почему меня все это заставило задумываться и думать довольно долго. Главное, что Богомолов, конечно, чувствует, что он понимает жизнь, человеческие чувства, человеческую гадость лучше, не знаю, глубже, чем ее понимал Достоевский. Потому что это как обходиться с Федором Михайловичем и с Томасом Маном, собственно, тоже. Это, как бы, конечно, означает чувствовать себя выше, умнее, сильнее, обвинять прямо или косвенно их в чем-то. Никакого обвинения на самом деле нет. Для меня в этом есть предельно простое ощущение. People have it. Педофилию в Гугле можно найти. Насилие вампиров. Почему бы не накормить пипла этим делом, ну, для интереса, нарвав куски из разных произведений Достоевского вне контекста и разбавив еще гомосексуализмом Томаса Манна, усилив при этом оттенок педофилии собственными средствами. Почему бы нет? Вот что меня пугает. И, в общем, пипл, который остался в зале, не сбежал. Ни театральный пипл. Он, скорее всего, схавает светлую мысль о том, что Достоевский и Томас Манн на самом деле были педофилами. Стремно, скажет зритель. И я даже слышал, когда выходил из театра, это здорово, стремно, правда непонятно. И я пытаюсь для себя понять, что и как меня-то зацепило. Вот другой спектакль Кирилла Серебренникова «Сон в летнюю ночь». Скажу вам честно, спектакль мне очень понравился. Беда для меня наступила в акте психоаналитиков. Проблема в том, что тот самый драматург Валерий Печейкин написал, по сути, такую самостоятельную пьесу, которая состоит отчасти из шекспировских диалогов Тесея и Политы, отчасти из диалогов, написанных самим Печейкиным, и отчасти из «Видимо», насколько я смог уловить, отчасти в эти диалоги вставлены еще и диалоги из упрощения Астроптилой, того же Вильяма нашего Шекспира. Заканчивается все это действо совершенно потрясающе. За этот прощальный аккорд я могу все простить, если бы ни одна проблема. Человеку, который Монтеверди не слышал, «Сон в летнюю ночь» не читал, а «Сон в летнюю ночь» очень непростая штука. Она внутренне очень музыкальная и ужасно гармоничная. И поэтому я вышел, получив колоссальное удовольствие, и остался в полном недоумении, потому что как кость в горле в середине вот этого представления у меня вдобавок к тому, что я думал о том, что и говорили зрители вокруг, о том, что это так здорово, вот про Богомолова говорили, это такое говно, только непонятно про что. А тут все говорили, это так здорово, только непонятно про что. А у меня застрял, как кость в горле Печейкин, потому что, понимаете, я так и не понял, для чего нужно было в текст Шекспира вставлять текст юного Печейкина. не апокалипсис, не мировая катастрофа, а моя личная, субъективная катастрофа, с которой я... катастрофа с моим восприятием людей, с которой я не знаю, что делать. Я, наверное, эти спектакли довершили вот эту постоянно разжевываемую вы-ма-ю-мной мысль плотина. Индивидуальное сознание возникает на пределе сущего, то есть на пределе бытия, на пределе существования. Индивидуальное – это то место, где сущие сталкиваются с несущим, с несуществованием. И спектакли эти, и подобные им, я уж других перечислять не буду, долго они как-то наталкивают меня на попытку понять, где же это, как прекращается бытие сущего. То есть, чего-то для меня внутренне подлинного. Говоря попросту, и, в общем, совсем не попросту, потому что в русской иконе это так, и в русской культуре традиционной, русской, не советской, это так. И, в общем, где-то в нашем сознании и в нашем бессознательном это тоже так. Вот это самое сущее мы воспринимаем как свет, а несущее – как тьму. И где-то в какой-то момент происходит столкновение света со тьмой, которое, вообще-то, должно продолжиться до победы света. Потому что тьма – это всего лишь отсутствие света. Но здесь при столкновении света и тьмы вдруг образуются какие-то формы, которые есть индивидуальности. Вдруг я понял, что Богомолы Серебренниковы мне показывают, как эти формы самоуничтожаются, или что такое победа тьмы, как тьма становится некой самодостаточной энергией. Все ведь очень просто. Я в данном случае имею в виду метафоры, конечно. Я имею в виду, что некий Достоевский устойчиво распространяет свет. Но ничего же нет такого страшного или мистического в словах «свет Достоевского». Или «свет Томаса Мана». Что нужно сделать, чтобы этот свет погас, а на его месте возникло что-то другое? Нужно вклинить в Достоевского что-то совершенно ему несвойственное и сказать «это Достоевский». Только тогда Достоевский погаснет. Это психодинамика. Как погасить Достоевского? Нужно впихнуть в него самые отвратительные моменты Томаса Мана и сказать «это Достоевский, это идиот». Вы что думали? Вот он какой, на самом-то деле. Или нужно взять Шекспира сказать в лекции, что это одна из самых гармоничных вещей в подлинности, одна из самых гармоничных его трагедий, комедий, в подлинности которой никто не сомневается и впихнуть туда под ребра Печейкина и сказать «и не написать этого». Написать там в авторах Шекспир и Серебряников. Ну ладно, это куда не шло. Но ведь на самом-то деле Шекспир и Печейкин, хотя и Шекспир и Серебряников, на мой взгляд, простите, недопустимы, достаточно сказать, вот это вот запутать, вставить Печейкина в Шекспира так, чтобы никто не догадался, что это не Шекспир, а Печейкин, и сказать «вот, ребята, Шекспир». На этом Шекспир гаснет, потому что становится все равно, где Шекспир, а где Печейкин. А тем, кто Шекспира не читал, и после даже представления, в котором он ничего не понял, не будет, не будет, просто потому, что в конце прекрасная мистерия, все кончается оргазмом, с юмором, шутками, мадригалами. Все зашибись, все довольны и расходятся по домам, где-то в бессознательном, считая, что, точнее, не в бессознательном, а в предсознании. Где-то там считая, что Шекспир и Печейкин, это одно и то же, поскольку в титрах не указано. Или что, то есть, Мышкин был педофилом. Ну, достаточно, наверное, сказать, что Мышкин, это же продолжение истории у Достоевского, это же, в общем, такое, самое буквальное для него воплощение Христа, он же этого не скрывал, он же об этом писал в дневнике писателя, это как бы, да, ненужность Христа в том обществе, в котором оказывается князь. То ли вампир, то ли педофил. Вот, оказывается, блин, вот какой Достоевский, вот, что в нем можно увидеть, поскольку Достоевский-то, наоборот, звал к восстанию духа, к активности, к тому, чтобы человек начинал бороться с бесами и вокруг, и в себе. Впрочем, не о Достоевском, а сейчас. Вот, что такое конец света в некотором внутреннем, не во внешнем значении разрушений городов, земель и всего остального, а во внутреннем человеческом значении. Это, между прочим, так напугало отца Иоанна Кронштадтского в Ольве Толстом. Я когда-то говорил об этом. Ну, что сделал Толстой с Евангелием в этом своем знаменитом, которое мы точно не читали, соединении, переводе и исследовании четырех Евангелий. Есть у него такая работа. Ну, он просто повыкинул все, что ему, Толстому, казалось ненужным, лишним, надуманным в Новом Завете, а оставил только как бы моральные императерины. И Кронштадтский тогда писал и говорил о том, что это останавливает свет Евангелия. И это да, так, потому что это такой страшный момент. Лев Толстой он был человеком замечательным, потрясающим. Я его обожаю. Он был напрочь лишен мистического чувства. Знаете, он был такой прагматик, как нынешние наши новые русские. Ну, только, конечно, не в добыче денег, понятно. Ну, не умел он этого всего. и в какой-то момент ощутил себя, наверное, выше Христа, потому что как бы с иными какими-то внутренними установлениями кусков текста не выкидывают. вот это сокращенное изложение войны и мира, которое можно прочесть за 7 минут, это вот ему месть, Леву Толстому, потому что есть вещи, которые действительно прекращают свет, потому что из них ты произвольно выкидываешь или в них вставляешь свое Толстовское. Был такой в конце 19 века замечательный русский правовед, философ Борис Николаевич Чичерин. Его считали своим предшественником философ Соловьев. Вообще это был человек, который задал направление всему тому, что мы называем русской религиозной философией. А в общем, кроме русской религиозной философии, никакой другой русской философии и не было. Ну вот не было ее. Борису Николаевичу было бы очень недурно знать не только господину Печейкину, но и вообще его недурно было бы вспомнить, потому что это был человек, полностью соответствующий нашему времени в его конкретных проблемах. Он был консерватором, государственником, категорическим противником любой революционной деятельности и человеком, который при этом был законченным либералом. То есть, он считал, что в России должно существовать форма оригинального при государстве демократического самоуправления и пытался подробнейшим образом объяснить, как это можно сделать, как можно построить корректную демократию при сильном государстве. Написал об этом несколько книг такой либерал-консерватор ровно посередине. Так вот, он первым считал следом за Гигеля, что существует некоторый абсолют, Бог. Он называл его абсолютом в чисто гигельянском стиле, который направляет процесс развития мира и человечества. И при этом свобода человеческая свое значение сохраняет, так как человек изначально причастен к абсолюту. Он одновременно этот самый мы с вами человек конечен и бесконечен. И разум это форма абсолютного духа. Ну, самый главный из наук он считал Чечерин метафизику истории, исследуя его указаниям и его памяти как раз и Николай Бердяев, и Лоский написали свои книги о смысле истории, о смысле исторического процесса. Борис Николаевич задал эту идею, эту мысль. Вот, в историческом процессе, в тех ситуациях, которые он выдает на гора, философ- метафизик обнаруживает внутреннюю логику развития идей. И поэтому история человеческой мысли вообще имеет колоссальное значение, что, собственно, я и пытаюсь ничтоже сомнявшись доказать время от времени, вспоминая о таких фигурах, как Борис Николаевич Челин. Вот это, собственно, так выраженная через абсолют идея и есть главная идея русской мысли, русской иконы, русской живописи. это идея того, что все события имеют свой смысл, того, что мы все связаны друг с другом, того, что мы представляем собой некое единство, и когда мы начинаем дробить свет друг друга, это как раз и есть конец света. Именно эту идею развивала русская философия. она в таком своем первичном, окончательном виде была сформулирована именно Борисом Николаевичем Чечериным в середине 19-го века. И про что я? Про то, что на самом деле есть люди, которые эту идею ненавидят, потому что она мешает очень отбирать у ближнего своего деньги. Или мешает кричать пипл схавает, потому что возвращает слово совесть его давнее значение. Видите, все это высокие слова. Но на самом деле страшная беда, что мы остались без высоких слов. Остались мы с этим педофилией, которую схавает пипл. И с Печейкиным, который, конечно же, имеет право дописывать диалоги Шекспира. И это такие знаки души во тьме, о которых мне и хотелось поговорить.